Добро пожаловать на передачу «В чем фишка?». Меня зовут Раиса Смирнова. Вот уже 12 лет я работаю в индустрии развлечений. Студию РУСТВНЕТ я приглашаю на разговор людей, о которых вы, возможно, не знаете, но вам стоит узнать. Гатис Белогрудовс — латвийский музыкант и монтажер. На его счету десятки концертов в составе рок-группы Stone Street в Латвии и за ее пределами. Но прославился он не музыкой, а искусством монтажа, который освоил самостоятельно. Он монтировал видеоклипы таким латвийским звездам, как «Донс» и «Инструменты» про АТВ и другим. В его копилке уже два больших крестопа. Первый он получил за монтаж фильма о группе Лайбах в Северной Корее, а второй за монтаж картины «Души в снежном вихре». Сейчас Гатис уверен, что у Латвии есть хорошие шансы получить первый Оскар с этой киноработой. Привет! Привет! Спустя восемь лет... Знакомство. Знакомство, да. Ты из музыканта переквалифицировался в известного, уже можно сказать, что известного латвийского монтажера. Ну, монтажеры — это не знаменитые, кстати, потому что такие черные лошадки, которые работают где-то в самом темном углу, что-то делают, и вдруг появляется как бы готовый фильм. Но из музыканта я как бы не переквалифицировался, потому что музыка и монтаж, фильмов, видеоклипов у меня было... Обе начинались примерно в возрасте 16 лет. Это начиналось, когда меня выбросили из школы. Мой отец сказал, ну что ты тут будешь шаляться, давай, вот, монтаж, попробуй. Какую-то свадьбу надо было монтировать, и пошло. А музыка все время была как бы рядом. Вот расскажи про этот музыкальный путь, как ты вот пришел, потому что у тебя достаточно успешная группа была с Том-стрит, когда мы познакомились. Музыка начиналась совсем нечаянно. Мой дед, дедушка, он, когда мне было 16, он нашел старую гитару моего отца, починил, потому что она была наполовину разворвана, починил, и просто вошел в мою комнату и поставил в углу. И ничего, ну вот, гитара твоего отца, вот, пусть она тут стоит. И прошел месяц, полтора, смотрю на эту гитару, что это такое, ну как это работает, взял там, непонятно. Так, поприсыл отца, он говорю, а я тебе сейчас три аккорда научу, и ты сможешь 40 песен сразу. И так потихоньку началось, началось, я там учился дома, и это было самое начало, когда интернет был какой-то, и вот эти этапы, и все нерванное, и все такое, и потихонечку это мне понравилось. И потом дедушка в каждый день рождения, он так... Потому что я только потом понял, что это изначально был его планом, ну, там просто гитар поставить. И тогда мы собрались с друзьями, у которых тоже такие интересы, и потихонечку началось, началось. Ну вы дошли, как написано у вас в биографии было, до Манчестера. До Манчестера, да, мы дошли до такого переворота, когда мы поняли, давайте попробуем немножко посерьезнее там поучиться в Манчестере. А Манчестер это, как бы, такой довольно музыкальный город Англии. И там уже один знакомый у нас учился, и мы просто присоединились к нему. Ну, вся группа, мы поехали учиться там, в колледже. И было довольно интересно идти под тем клубом, где там все, Oasis, Blur играл, там, не знаю, что там, BG тоже там бывали. И быть там, и увидеть вот эту всю большую историю, это, ну, такие очень интересные ощущения. Какие, понимаете, вы же еще на фестивале ездили? И даже какие-то у вас там хедлайн-шоу были, что-то? Хедлайн-шоу не были, они были такие... Но на фестивале ездили, это был Liverpool Sound City, такой шоу-кейс-фестиваль. В Шотландии были фестивалы, и в Испании еще две, вот там были две концерты, где мы, как бы, хедлайнеры были. Ну, они такие маленькие, но очень-очень громкие, и нас принимали очень-очень, как бы, как испанцы, горячо, да? Да. С вином, и все такое было очень интересно. Но вообще удалось с какими-нибудь известными артистами, музыкантами, звездами выступать? Ну, пусть, может быть, в Латвии с кем-то. Бывало, что встречали, но они были местные звезды, которые мы из Латвии не знаем. Ну, там, фестивали, встретили, о, привет, привет, они что-то там сказали. Потом кто-то другой такой, а ты знаешь, кто это? Он же знаменитость. Так было. Но у нас в колледже, как бы, такой крестный отец вот этой колледжи, он был из Joy Division, басгитаристом. Ну, он там тоже в конце семестра, там, пришел, там, что-то сказал, там, как мы все хорошо учимся, и все такое. А в Латвии с какими-нибудь нашими, может быть, рок-звездами, может быть, есть какие-то воспоминания такие интересные? В Латвии у нас было, я думаю, что это было еще другое название нашей группы. Мы выступали в Билдес вместе с Борисом Мерезником. Он тоже, мы много лет работали. Пока я работал в видеостудии, у него рядом была звукозаписная, еще есть даже, звукозаписная студия, и мы как-то, ну, давай попробуем, давай попробуем. И так выступили вместе. Тоже был очень довольно такой громкий и большой концерт, и вся публика была рада. Вы выделялись, я помню, таким фирменным звучанием, вы так о себе громко заявили, но не только звучанием, этим, как вы на сцене смотрелись, у вас были обалденные видеоклипы. Для рок-группы из Латвии в то время, мне кажется, это было просто вау. Да, это начиналось в 2008-м, я помню, по-моему. Один друг наш, он сказал, ну вот у меня там кузен из Венецуэлы, и он ищет какую-то группу, он там будет с ним, хочет снять видеоклип. Какой-то там, ну ладно, давай попробуем. И это режиссер Сантьяго Риверо, с которым мы уже там, не знаю, пять видеоклипов сделали. И этот первый опыт, песня One Dead Game, в 2008-м году, это было что-то такое, да. Когда мы увидели это вот качество, которое он нам предоставил, мы такие, о, хорошо. И этот клип был каким-то таким большим началом вот этого Stone Street группы, даже не группа, немножко так, как режиссер сказал, ты же лайфстайл, ты же не группа. Потому что мы там сделали такой небольшой партий, в месте, в котором наши друзья жили, это находится на Ак-Маньюэлле. И потому Stone Street. И немножко вот этот видеоклип, когда мы снимали, он перешел в какой-то партии, хаос, да, 4 утра, и, слава богу, успели что-то снять из этого. И видеоклип получился, и отзывы были хороши. Ну, ваши клипы, если смотреть, то это такое ощущение, что вы в этом живете. В это очень хочется верить, и невозможно представить, что это группа из Латвии. Вот тогда, я помню, меня спрашивают, Раиса, это они, правда, из Латвии? Да? По видео не скажешь. То есть, было какое-то, какая-то фирма, какая-то, я не могу объяснить. Ну, я тоже не могу объяснить, но это, как бы, мы делали то, что чувствовали, снимали, то, что видели. А песни сочиняли вы как, как сочиняли? Всякое. И вместе, и бывали какие-то песни, которые я сочинял, или наш бас-гитарист, или барбанщик. И по-всякому. Ну, это такая большая тусовка, в которой что-то происходит. И всем, как бы, это нравится. Получается, что кто-нибудь продолжил заниматься музыкой потом? И в 14-м году вы, мне кажется, распались. Последний клип выпустили, и... Да. Потом мы там немножко... Потому что мы провели там два года в Англии. И потом, когда вернулись, уже все контакты там немножко потеряли. Вот в Малнапе, где мы там поиграли, так... И как-то тут уже все потерялось. Вот этот хайп, который начинался, пока мы были еще здесь. А потом... Ну, для меня... Вот эта креативная энергия, да, ты его полностью можешь заложить в какую-то одну вещь. И вот это кино, ты говоришь, вот переквалифицировался. Ну, она просто как бы взяла больше оборотов, больше времени, больше вот этой креативной энергии. И просто вот зашли... Я лично зашел вот в такое, вот в кино. Или в видеоклипы, или... До сих пор у меня видеоклипы... Одна из самых, как бы... Очень нравится делать видеоклипы, потому что это такие маленькие фильмы. Мы сейчас делаем паузу, потому что нам ее надо сделать. Но дальше мы продолжим как раз про видеоклипы и кино. Возвращаемся к нашему разговору. Теперь о видеоклипах. Как ты начал снимать одни из самых лучших и известных видеоклипов в Латвии? Вернее, снимать, монтировать. Монтировать, да. Это правильно, потому что я не снимаю, а монтирую. Когда все музыканты там поигрались, режиссер сделал свою идею, потом принесли мне материалы, сделай что-то красивое. Чтобы это было одно целое. Это начиналось, по-моему, 2011 года. Такой режиссер Уди Солте, с которым мы там много передач делали, в Видисфилм Студии. И он предложил смонтировать клип инструменты. Он такой непростой, там немножко анимации, такая в стоп-мошен, все это снято с фотографиями, и получилось довольно интересно. Это был первый. Потом, если я правильно помню, тоже инструмент. У тебя тоже был инструмент, да. Сколько примерно ты для инструментов клипов смонтировал? Это четыре или пять, примерно так, да. Один из них был вместе с Prato Vetra, да. Кто еще был из латвийских звезд, кому-то клипы монтировал? Ну, это было... Венделин, Донс, Prato Vetra, да Гамба, Стоун-стрит. Стоун-стрит, да. А что ты Prato Vetra ремонтировал? Какой из клипов? Один был «Оглас», где эта игра цирка, да. Еще один был вместе с инструментами «Саула Ауст». Был этот пар... Занскурсит скарда бунгус. А-а-а. Тоже такой был. Еще был «Параллелс». И мы еще с Папа Чи, режиссером, который очень много с ними работает, тоже делали эти проекции в концерте. Тоже. Мы с режиссером работали над этим проекцией, и он говорил, так нельзя сделать слишком интересно, чтобы люди не смотрели только на проекцию, чтобы тоже смотрели на исполнителей и так. Да, это крутое шоу. Это, да, это очень интересно. А про западных звезд или зарубежных? Ну, звезды не звезды, но я думаю, что многие знают такую группу Лайбаха. Это культовая группа. Это культовая группа. Если кто не знает, то Рамштейн полностью, почти скопировал их и сделал так немножко по-другому. Но с Лайбаха начиналась, да, вся эта эпопея с большим Лелайс Кристос. Потому что мы сделали Мортен Травик, такой норвежский артист, директ, режиссер. И он как-то так получилось. Сделал контакты с Видисфилмстудии и предложил снять видеоклип для Лайбаха «Whistleblowers». Он довольно популярный тоже. И получилось очень хорошо. И потом это все замутилось так, что он придумал Лайбах отвезти в Северную Корею. И сделать там первый иностранный рок-концерт группы Лайбаха. И получилось так, что у нас в Видисфилмстудии было это возможность это все снимать и сделать фильм «Адбри Вошен Сдена» или на английском это «Либерейшн Дэй», за которую тоже мы вместе с Удисом получили Лелайс Кристос за самый лучший монтаж. Кстати, этот фильм получил пять крестопов. Ты говорил про награды еще. В итоге клипы, которые ты монтировал, они же получили награды. Сколько ты называл? Из тех клипов, по-моему, вместе пять золотых микрофонов, наверное. Ну, я их не получаю. Да, ну их получили артисты и режиссеры, но все-таки... Да, ну ты приложил к этому руку. И два года вподряд получилось так, что из пяти номинированных клипов три из них шли через мои руки. Это так... Значит, что-то правильно сделаю и что-то получается. Ну, у тебя даже, когда заходишь на сайт вашей компании, там написано, вот гатость, написано, что другой взгляд на монтаж. Почему? Это, наверное, потому что я не учился нигде монтажу. Я не учился, я просто начал этого делать. И учился делай этого. Но мне посчастливилось, что у меня были хорошие учителя, как я их называю. Это была Лайла Пака у меня, Лайма Жургена, Уди Солте. И теперь уже на последнем фильме, когда мы работали, это был Борис Фрумин. Он был преподаватель Нью-Йоркского фильма этого академии. И мне посчастливилось работать с ними. И, конечно, если работаешь с лучшими, научишься всему хорошему. И, может быть, потому я... Так и... Взгляд, наверное, потому и другой на монтажу. А как ты пришел к большому кино? Но все-таки сейчас уже... Ты занимаешься монтажом большого кино. Ну, как бы это... Фичерфилм. Как это на русском? Макслфилм. Да, мой первый фильм. Двеселлю путанец. Я читала книгу. Я из тех старичков, которые читали книгу. У нас это было обязательно школьной программой. Да, у меня тоже было обязательно, но в школе я не читал. Но потом пришлось. Да. И тоже повезло, потому что мы как-то с Дзинтером Дрейбергсом, который режиссер фильма, «Двеселль путанец», мы с ним давным-давно работали на одном каком-то маленьком учебном фильме. Что-то такое, что я уже позабыл. И тогда он посмотрел, ну как из такого не очень хорошего материала все-таки хорошо сделано. И так он меня запомнил. И когда вот представилась вот такая большая возможность монтировать самый большой фильм в нашей недавней истории, он выбрал меня. И это спасибо, спасибо за это. То есть это не было так, что, знаешь, все куплено. Нет, это просто работа, как бы твоя работа говорит о тебе. И это, я думаю, что самое важное. Потому что все, что я делаю, я пытаюсь сделать еще немножко лучше, чем я могу. И, наверное, это люди видят. Какие у тебя были чувства, когда ты монтировал этот фильм? Все-таки это такая большая картина и довольно с, ну, таким значимым. Она очень значимая и значимая для истории Латвии. И вообще, мне кажется, она очень патриотичная. И какие чувства ты испытывал? Ну, когда процесс монтажа, он не настолько эмоциональный, как потом это увидеть в кино, в кинотеатре. И я вот завидую тем зрителям, которые вот это испытывает первый раз, вот видеть этот фильм. Я не могу уже больше этого испытать, потому что я этот фильм знаю наизусть. Мне нету вот этой возможности прийти и первый раз увидеть, вот как это выглядит, вот это бы я хотел. Но сам процесс монтажа, он занял довольно много просмотров, материала и такая, очень такая кропотливая работа. и там не много эмоций, потому что эти эмоции дает еще музыка и вся эта атмосфера, это то, что звукорежиссор делает, а Александр Свойцаховский, кстати, очень хороший. и только тогда это все вместе, потому что монтаж, это же не... фильм, это не один человек, это не монтаж, это такая большая команда, если посмотреть эти титры «Адвайсель Путинс», там шесть с половиной минуты, там больше три тысячи человек написано. Там очень много моих знакомых в итоге оказалось или в эпизодах снимались. Добровольцами, да. плюс-минус сравнить, но другое кино серьезное. Ну да, это было... Во время всего проекта было такое чувство, что все там заложены на 150 процентов. Не было такое что-то. А, ну что там это мы сделали? Все были, давай на максимум сделаем. Когда было зимние съемки, там было минус 17, там добровольцы пришли на поле, им надо было лежать 8 часов. Они все, да, да, мы будем делать, да. Ну вот вся эта энергия, которая вот... значительность этого фильма и вся этой истории было чувствуется, что это во всех. И они все выложились на 150 процентов. И я думаю, что это тоже залог, почему так хорошо. Почему столько наград, да? Да. А скажи, ты предполагал, что ты получишь Большого Кристопа? Ну, очень-очень ожидал. Потому что это мой первый Макселс фильм. И это все-таки немножко иначе, чем документальный. Потому что перед тем я делал очень много документальных фильмов. И все-таки это жанр немножко по-другому. И очень-очень ожидал, да, этого Кристофа. Но все-таки там эта церемония вышла такая... Ну вот не было ни красного ковера, не было ни публики. Все это было так... Так непонятно. Вроде бы это все большое, но там те съемки были в таком очень маленьком составе. И когда снимали, там дали такую шкатулку, там открываешь, я смотрю, там шампанское. Нет там этого награды. Но потом смотрю, она так вертикально положена, еле-еле видно. И тогда я обрадовался. Да, это, конечно, радует, что люди замечают, что все сделано хорошо. А вообще, как тебе кажется, русские люди, которые живут в Латвии, они ходят на латышские фильмы? Ну вот не знаю, но... Мне кажется, на Двайселю Путани пошло очень много моих русскоговорящих друзей. Ну вот, и эта цифра там за сколько там месяцев было? 250 тысяч? Это же очень большая цифра. Я думаю, что много русскоговорящих тоже смотрели. Мне кажется, вот залог успеха, наверное, потому что это было действительно серьезно хорошее кино. Ну, я думаю, что больше всего залог режиссера, потому что он не хотел, он не хотел показать этот фильм как бы односторонным или героическим, или там слишком национальным, или что-то. Это больше рассказ про юноша, который просто... Универсальный. Да. Но универсальный месседж. главный месседж был, что война, это как бы нет победителей в войне. Все страдают. Все страдают. И нету героев, и нету Рэмбо, который придет, и всех уничтожит, и выиграет самые лучшие, и все такое. И вот я думаю, что в конце концов получилось. И вот потому и эта история затрагивает, да, и потому сейчас надеюсь, что мы приблизимся к этой награды, которая называется Оскарс, и много хороших ревью из больших зарубежных Холливуд Репортер, Нью-Йорк Таймс, и все такое, что эти эмоции, они не имеют национальности. И это для всех. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова